Как рассказала Анастасия Валерьевна, у меня чисто фундаментальное исследование, в отличие от предыдущих докладчиков, и речь пойдет об исследованиях экзосомальных микро-РНК, а именно их влияние на резистентность злокачественных опухолей. Ну, в двух словах, несколько слов об экзосомах. Экзосомы — это микробизикулы, которые продуцируются клетками самого разного происхождения, как нормальными, так и опухолевыми, и, в принципе, они были обнаружены достаточно давно, уже несколько десятков лет назад, и исследователи не придавали им большого значения, поскольку считали, что экзосомы просто выбрасывают некие дебрид, некое ненужное содержимое из клеток. И эти представления в последние годы коренным образом изменились, в основном за счет двух факторов. Во-первых, оказалось, что экзосомы нафаршированы биологически активными соединениями, которые длительное время сохраняют свою биологическую активность. Это как фрагменты нуклеиновых кислот, ДНК, РНК, микро-РНК. Это белки, активные белки. Это липиды. Это первое. И второе, то, что явилось некой революцией в воззрении, в исследовании экзосомы оказалось, что они способны инкорпорироваться в клетки рецепиенты. Если речь идет об организме, они разносятся током крови и могут инкорпорироваться в любые клетки. Если речь идет об опухоли, то опухоль, продуцирующая экзосомы, таким образом может влиять не только на образование, сейчас активные исследования идут в этом направлении, метастатические ниши, когда экзосомы разносятся по стокам крови, но и на окружающую опухоль ткань, изменяя активность стромальных клеток окружающих опухоль. И все это привлекло, стимулировало активные исследования экзосомы, их роли в биологической регуляции как соматических клеток, соматических тканей, так и опухолевой ткани, и, соответственно, определило и возможность использования экзосомальных и белков, и нуклеиновых кислот в диагностике опухоли. Здесь я привел просто кратко то, что на сегодняшний день используется в диагностике опухоли, это экзосомальные белки, которые экспрессируют, как правило, являются поверхностными мембраносвязанными. Почему экзосомы? Почему их определяют в экзосомах? Они там более стабильны, и они накапливаются там в достаточно высокой концентрации, их легче определять, чем белки просто плазмы крови. И они достаточно эффективно используются для диагностических целей, для мониторинга онкологических заболеваний. Экзосомальные нуклеиновые кислоты то же самое. В первую очередь используются благодаря тому, что они значительно более стабильны, находясь внутри экзосом. Экзосом практически представляет себя самую миниатюрную копию клетки. Это фрагмент цитоплазмы, заключенный в плазматическую мембрану. И, естественно, что в такой ситуации нуклеиновые кислоты меньше подвержены деградации, лучше сохраняются. Их активно используют определение нуклеиновых кислот. Активно используются, опять же, в целях и диагностики, и мониторинга. Ну, в первую очередь, мониторинга, конечно, заболевания. Здесь надо сказать, что в основном это речь идет об микро-РНК, о небольших некодирующих РНК. Что касается МРНК, мессенджера РНК, что касается ДНК, по разным литературным данным, они представляют собой экзосомальные нуклеиновые кислоты, представляют собой фрагменты либо МРНК, либо геномной ДНК, фрагменты самой различной длины. Но, честно говоря, некоторые исследователи даже говорят о том, что они могут представлять собой полноразмерные молекулы. Но, в общем, исследования в этом направлении ведутся, и пока трудно сказать, какой биологический смысл во всех этих нуклеиновых кислотах, которые могут, я имею в виду полноразмерные кислоты ДНК и МРНК, которые могут инкорпорироваться в клетки. Надеюсь, что в перспективе мы получим ответ на эти вопросы. Собственно, тема, то, что нас интересует, это экзосомы и развитие резистентности. Надо сказать, что в этом случае, вот, огромная, не огромная, большая часть работ, посвященная проблеме экзосомы и резистентность, они сфокусированы на исследовании множественной лекарственной устойчивости, которые, как известно, контролируются АБЦ-транспортерами. И в этом случае было показано, что экзосомы, которые продуцируются резистентными клетками, могут содержать как сами АБЦ-транспортеры типа пабликопротеина, так и микро-РНК, которые регулируют экспрессию АБЦ-транспортеров, и, проходя, инкорпорируя в клетки рецепиента, чувствительные, они, соответственно, вызывают развитие частичной резистентности этих клеток. Но это понятно, если клетки рецепиентные, клетки чувствительные, но фаршированные пабликопротеином, они, естественно, будут уже приобретать характер частичной резистентности. То же самое с микро-РНК. Исследования в этом направлении активно ведутся. И еще раз говорю, что влияние экзосом на развитие множественной лекарственной устойчивости всего плохого клеток – это вещь, ну, в общем-то, более-менее на сегодняшний день не разработана. Существенно меньше известно о влиянии экзосом на радиорезистентность. То есть единичные работы, которые тоже вроде бы говорят о том, что экзосомы, выделенные из облученных клеток, могут обладать неким протективным эффектом. Но вот эти направления, эти исследования только-только начинаются. Довольно любопытное направление с микро-РНК, экзосомальной микро-РНК, и развитием эпидемиально-медисхемиального перехода. Хорошо известно, что развитие эпидемиально-медисхемиального перехода непосредственно приводит и к усилению резистентности клеток к химиопрепаратам. И оказалось, что микро-РНК, которые продуцируются клетками, уже прошедшими эпидемиально-медисхемиальный переход, они могут не только вызывать этот эпидемиально-медисхемиальный переход в клетках окружающих, в клетках, которые до этого находились более в эпидемиальном состоянии, стимулируя их переход, но и таким образом стимулируя развитие лекарственной устойчивости за счет активации определенных сигнальных белков. И здесь тоже ключевую роль играет микро-РНК, который продуцируется клетками, прошедшими эпидемиально-медисхемиальный переход. Гормональная резистентность. То есть то, что, собственно, имеет отношение посредственно к нашим исследованиям. Не так много работ, посвященных именно влиянию экзосом на развитие гормональной резистентности, но довольно много работ, в которых описывается эффект микро-РНК. А микро-РНК могут быть как известны как в экзосомах, так и вне экзосомов, просто в клетках. И вот влияние микро-РНК, которое находится в экзосомах, на уровень гормональной резистентности, это вещь известная и, в вашем случае, сейчас активно исследуемая. И, в принципе, идентифицированы отдельные микро-РНК, которые могут тем или иным образом стимулировать развитие гормональной резистентности лекарственных реципиентов, проникая в них, в том числе в составе экзосомов. Ну, а теперь уже перехожу к нашим собственным исследованиям. Это ролик экзосомов в распространении резистентности злокачественного опухоли. Наши исследования проводились на клетках МЦФ7, это экстрагенозависимый рак опухоли молочной железы. И мы исследовали, мы брали клетки МЦФ7, которые эстрогенозависимые, и культивировали их длительное время с томоксифеном. И в результате, это стандартная совершенно процедура, и в результате длительного воздействия от томоксифена клетки потеряли свою чувствительность к томоксифену и приобретали способность к эстрогенозависимому росту. И, соответственно, из клеток резистентных мы выделяли экзосомы и посмотрели, а могут ли эти экзосомы влиять на чувствительность исходных резистентных клеток. Здесь представлена характеристика экзосом, характеристика их поверхностных белков, которые обычно гиперэкспрессированы в экзосомах. Справа представлены накопления флуоресцентных растителей в экзосомах. Мы показали, что если экзосом накапливает флуоресцентный краситель, то он переносится внутрь клеток, вот как видно здесь. Это могут быть либо флуоресцентные мечные пептиды, либо просто красители. То есть у нас экзосомы активны, и они переносят свое содержимое в клетки реципиента. И таким образом мы исследовали эффект эстрогенозависимых клеток МЦФ-7, которые были получены в результате длительного культивирования с клеток с амоксифеном. Как они влияют на чувствительность исходной родительской популяции МЦФ-7? Оказалось, что эти экзосомы, здесь представленные картинки этих экзосом, оказалось, что если клетки МЦФ-7 культивировать с резистентными, но не с контрольными экзосомами, то они приводят к увеличению устойчивости клеток к цитотоксическому действию, к цитостатическому действию эртомоксифена, приводят к подавлению активности эстрогенового рецептора, это мы смотрели по лисферазному анализу, и приводят к стимуляции клеток, стимуляции роста в бесслороидной среде. Таким образом, культивирование клеток. Это длительное культивирование в течение трех недель. Культивирование клеток чувствительных с экзосомами, полученными от резистентных клеток, приводит к развитию частичной резистентности этих клеток, в данном случае к эстрогенам и к атомоксифенам. А теперь, собственно, про микро-РНК. Мы посмотрели, сравнили состав микро-РНК в клетках и экзосомах, в резистентных клетках. Значит, надо сказать, что вот эти вот клетки, сейчас, одну секунду, я вернусь назад, вот эти вот клетки, которые стали резистентными при длительном культивировании родительских клеток с экзосомами резистентных клеток, мы их называли МЦФ7 и Экзотэ, то есть это клетки МЦФ7, обработанные экзосомами резистентными, и которые приобрели частичную устойчивость к атомоксифенам. И вот мы сравнили. То есть у нас получилось два варианта резистентных клеток. Это исходные клетки с первичной резистентностью, полученные при длительном культивировании с атомоксифеном, стандартный метод, и резистентные клетки, полученные при переносе этой резистентности с помощью экзосом, выделенных из первой линии резистентных клеток, из МЦФ7. И вот мы посмотрели распределение микро-РНК и в клетках, и, соответственно, в экзосомах, которые продуцируются вот этими резистентными клетками. Было проанализировано всего более 2,5 тысяч микро-РНК, и из них оказалось, что в клетках с первичной резистентностью, МЦФ7-Т, гиперэкспрессировано более 400 микро-РНК, гиперэкспрессировано по сравнению с родительскими клетками. Это в экзосомах, с родительскими экзосомами в данном случае, а в клетках гиперэкспрессировано вот 146 микро-РНК, опять же, по сравнению с клетками МЦФ7, исходными. Видно, что в экзосомах накапливается значительно большее количество гиперэкспрессированных микро-РНК, чем в клетках. А в клетках со вторичной резистентностью, которая была получена в результате действия экзосом, мы обнаружили более 60 микро-РНК, которые гиперэкспрессированы в этих клетках. Общий для экзосом и клеток МЦФ7-Т, вот здесь представлено, всего 21 микро-РНК оказалось, которая гиперэкспрессирована и в клетках, и в экзосомах МЦФ7-Т. И при сравнении с клетками со вторичной резистентностью, оказалось, что в этих клетках 47 микро-РНК, общий для резистентных клеток с первичной и со вторичной резистентностью. И вот когда мы посмотрели, аж, собственно, из этих 47, сколько микро-РНК было принесено с помощью, через экзосомы резистентных клеток, оказалось, что всего 6 микро-РНК гиперэкспрессированы в обоих вариантах резистентных клеток и гиперэкспрессированы в экзосомах, которые, собственно, переносят резистентность от одних клеток к другим. Мы сосредоточили... Вот эти 6 микро-РНК, которые представлены здесь, из них, это просто по литературным данным, мы выделили, обратили внимание на 2 микро-РНК, которые по литературным данным имеют непосредственно отношение к регуляции гормональной чувствительности, а именно ассоциированы с развитием гормональной резистентности. Естественно, в дальнейших экспериментах была исследована возможность этих микро-РНК, в данном случае мы сосредоточились на 181 микро-РНК, насколько она может влиять на развитие гормональной резистентности. Проводилась трансфекция. Сначала мы взяли микро-РНК 181, который был пришит флюоресцентный хвостик, посмотрели, проходит ли она в клетке при обрезании трансфекции. Проходит. И далее уже на нормальный микро-РНК 181 исследовались биологические эффекты, и оказалось, что действительно трансфекция этой микро-РНК 181 приводит к развитию частичной устойчивости к томоксифену и к некоторому увеличению роста клеток в бесстероидной среде. То есть действительно то, что у нас находится в экзосомах и передается от резистентных клеток чувствительно, делая чувствительными резистентными, эта микро-РНК действительно обладает подобной биологической активностью, и ее эффекты здесь вполне возможны. Если не решающие, то вносят определенный подклад в развитие экзосомоиндуцированной резистентности. Вот мы посмотрели, что у нас, собственно, делает эта микро-РНК в клетках. Оказалось, что она усиливает, стимулирует фосфорилирование, активность ЭКТ, активность ЭМТОРовского сигналинга и стимулирует активность один одного из ключевых транскрипционных факторов, это репортерный анализ. Теперь, что касается, собственно, сортинга. Вот вопрос сортинга у нас сейчас стал где-то больше в мире в последнее время, и именно сортинг микро-РНК из цитоплазмы в экзосомы. Проблема оказалась достаточно интересной, и это действительно идет специфический сортинг. Это не есть некое неспецифическое проникновение всех микро-РНК, которые есть в цитоплазме в клетке. Оказалось, что процессы регулируются, с одной стороны, РНК связывающими белками, вот здесь представлены некоторые из них, и, с другой стороны, мембрана связывающими белками, калиолин один из них. И в том случае, если микро-РНК имеют сайты связывания этих белков, они с большей эффективностью проходят в экзосомы. Если нет, то, соответственно, с меньшей эффективностью. Нас поинтересовал вопрос, а почему у нас такая разница? Почему в экзосомах резистентных клетках гиперэкспрессировано такое большое количество микро-РНК, более 400, тогда как в самих клетках гиперэкспрессировано существенно меньше, там 100 с небольшим микро-РНК. Скорее всего, это связано именно с особенностями специфического сортинга микро-РНК именно в резистентных клетках. Какие именно белки у нас регулируют эти процессы, вот это, собственно, тема наших перспективных исследований. Вот обратите внимание, что вот эти вот, мы их назвали МИРС-1, микро-РНК, это уже табличку я показывал, которые 6 штук, которые гиперэкспрессированы и в резистентных клетках, и в экзосомах. Обратите внимание, что уровень индукции, собственно, в самих экзосомах на самом деле не очень большой. Ну вот от 1,5 до 6-кратного увеличения в экзосомах. При этом они же гиперэкспрессируются, естественно, и в клетках, и тоже в общем, ну вот, за исключением 181, на самом деле многие из них на достаточно не очень большом уровне. При этом у нас остается вопрос, вот мы их назвали МИРС-2, это клетки гиперэкспрессированные в экзосомах, но никаким образом не связаны, но гиперэкспрессированные в экзосомах резистентных клеток, но не экспрессирующиеся в резистентных клетках. Как вы помните, их более 400, и из них они гиперэкспрессированы в экзосомах. Но когда этими экзосомами обрабатывают клетки родительские, и те становятся резистентными, у них уровень этих микро-РНК не повышается. То есть они гиперэкспрессированы только в экзосомах. Соответственно, встает вопрос, это что? Это просто результат вот этих особенностей сортинга, этих микро-РНК, или же у них есть тоже какая-то функция, касающаяся индукции стимулирования развития резистентности. Если речь идет о резистентности, на самом деле нам не очень понятно, почему микро-РНК гиперэкспрессированные в экзосомах, вот, допустим, 181, она же оказывается гиперэкспрессирована, остается длительное время на повышенном содержании ее в экзосомах, в клетках, обработанных экзосомами. Почему ее уровень столь длительное время поддерживается уже в клетках, обработанных экзосомах? Видимо, включаются какие-то дополнительные механизмы, поддерживающие уровень этой микро-РНК уже в клетках-ресипиентах. Поэтому мы подумали, что не может ли это быть связано с, не может ли это быть результатом действия вот тех самых микро-РНК, которые гиперэкспрессированы только в экзосомах, но потом угасают уже в клетках-ресипиентах. И, в частности, не может ли, ну, это первое, что приходит в голову, естественно, не может ли это быть связано с особенностями эпигенетической регуляции, которые в финале все-таки поддерживают на высоком уровне и уже на высоком уровне синтез определенных микро-РНК, например, тоже самое с 181. Мы посмотрели. Здесь представлено из этих 400, мы выбрали только около 20 микро-РНК с максимальной индукцией от 10 до 30-кратной индукции. И оказалось, что уже среди них вот здесь представлено 5 микро-РНК, которые выделены зеленым, которые участвуют в регуляции метилирования. Одновременный анализ уровня метилирования CPG-островков для резистентных линий показал, что и в клетках с первичной резистентностью, вот мы обнаружили 95 CPG-пар, метилирование которых меняется, и в клетках с экзосомно-индуцированной резистентностью то же самое меняется уровень метилирования. Таким образом, не исключено, что какие-то из этих микро-РНК, которые имеют отношение к регуляции ДНК-метилтрансфераз, они могут подключаться к работе, к формированию резистентного ферротипа. Но представлена здесь совершенно гипотетическая схема. Это МИРС-1, например, 181 микро-РНК, для которого показано, что она подавляет ТН, активирует таким образом ЕКТИМ-теровский сигналинг. И ЕКТИ, как известно, она стимулирует ДНК-метилтрансферазы. И если вся эта цепочка поддерживается вот этим вот РНК, которые гиперэкспрессированы в экзосомах и имеют отношение к регуляции ДНК-метилтрансфераз, то таким образом становится понятно, что в результате действия вот второй группы микро-РНК может поддерживаться на достаточно высоком уровне уже конститутивно уровень микро-РНК, непосредственно регулирующих, непосредственно приводящих к развитию резистентности. И, наконец, последнее, о чем бы я хотел сказать, это к вопросу ассортинга экзосомальных микро-РНК. Вот один вариант, на который мы сейчас будем исследовать, о котором мы и говорили, это влияние, это роль вот этого вот экзосомальных микро-РНК в регуляции метилирования. Второй вариант, значительно более, можно сказать, не менее перспективный, это участие их непосредственно в регуляции гормональной резистентности. Я имею в виду те микро-РНК, которые гиперэкспрессированы в экзосомах, но уровень которых затухает и не увеличивается в клетках реципиентах. Вот здесь представлена обычная схема гормональной резистентности, развитие гормональной резистентности. Это схема действия эстрогенного рецептора, который, как известно, работает после образования комплекса с эстрогеном, как фактор транскрипции. В том случае, если мы блокируем действие активности эстрогенного рецептора с помощью стемоксифена, у нас блокируется эстроген-зависимый сигналинг и активируется эстроген-независимый сигналинг в основном через активацию ростовых факторов. Ну, хорошо известный пример – это HER2-положительные опухоли, где гиперэкспрессированы ростовые факторы, и они уже не нуждаются в развитии в дополнительных эстрогеновых стимулах. Таким образом, для того чтобы… Мы, собственно говоря, так и получали наши первичные клетки, обрабатывая клетки чувствительные темоксифеном, блокируя эстрогеновый сигналинг и таким образом получая резистентную клетку гиперэкспрессированный ростовой сигналинг эстроген-независимый. Не может ли такая же ситуация наблюдаться при развитии экзосомоидуцированной резистентности в том случае, если микро-РНК, который у нас в микроэкспрессированных экзосомах, обладает способностью непосредственно ингибировать от экспрессии эстрогенового рецептора. В втором случае они действуют по аналогии с темоксифеном. Они блокируют развитие эстрогенового рецептора. Клетки становятся, значит, гиперэкспрессия ростовой сигналинг, частично резистентными. И в итоге мы не видим у них, естественно, никакого повышения той самой микро-РНК. Она сделала свое дело, она ушла, переключился сигналинг с эстрогенозависимым на эстрогенозависимый. Мы посмотрели, что у нас происходит вот с этим микро-РНК, гиперэкспрессированным в экзосомах. Вот я повторяю, это 473, а в клетках всего 46. И оказалось, что среди них 14, по литературным данным, это как минимум 14, это относится к супрессорам эстрогенового рецептора. Из них гиперэкспрессированы 5 экзосом, гиперэкспрессированы только в экзосомах. То есть про них можно предположить, что действительно они выступают в данном случае, если, грубо говоря, в роли томоксифены, которые индуцируют развитие вот этой вот вторичной резистентности, вызванной действием экзосом. Вот сейчас это второе направление, которое мы сейчас планируем исследовать. Уже более конкретно. Конкретно исследуя вот эти вот 5 микро-РНК, которые являются супрессорами эстрогенового рецептора, и выяснят, в какой мере действительно они могут приводить к развитию резистентности, вторичной резистентности, вызванной действием экзосом. Вот это все, наверное, что я хотел сказать. Это участники работ, и я всем благодарю за внимание. Продолжение следует...